Но мы тут должны вспомнить одну прекрасную вещь. Хорошо, да, мы помним, что они пишутся через Ефис, но есть одна проблема. Тоже, конечно, такой спорный момент. Вот мы опять вот что-то сегодня с этим склонением, что-то они нас пытаются на это склонение нас напутать. Ибо-нибудь, да, там что-то такое. Как они любят все-таки чередование, вот я заметила. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Сергеевна, и я рада вас приветствовать на этом канале. Если вы смотрите это видео, значит вы готовитесь к экзамену, что очень и очень похвально. А сегодня я с вами продолжу работать с заданием номер 5 из вариантов ОГЭ. Задание, которое спрашивает нас про знание орфографии и умение пользоваться. Этими знаниями. Итак, значит, для начала давайте вспомним, как звучит само задание. Значит, оно называется орфографический анализ. И дальше нам говорят. Укажите варианты ответов, которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. Итак, что мы сразу можем сказать? Что да, задание много вариантное. Если наше задание, хоть один вариант выпадает, или мы пишем не тот вариант, или меняем цифру, все, мы сразу же здесь теряем балл, что очень и очень не хотелось бы. Итак, мы сегодня, да, конечно же, у вас есть прекрасная возможность останавливать видео, решать задание самостоятельно, проверять его вместе со мной. Ну, а мы с вами читаем слова, разбираемся, вспоминаем правила. Ну, и, конечно же, мы выполним с вами это, конечно, на все баллы нужные нам. Итак, расставлять на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С. Итак, что нужно здесь сначала проверить в таких случаях? Нас спрашивают про приставку, значит, посмотрите вообще, а есть ли в этом слове приставка? Может ее вообще там и не быть. Они тоже нам устраивают вот такие не очень приятные моменты. Мы видим, что, да, здесь есть приставка, вот здесь у нас корень ставить. Ну, да, здесь, может быть, L, кстати, входит как в корень, так и нет. Значит, но здесь есть приставка раз. Итак, вот здесь мы вспоминаем, что приставка, зависящая от последующего согласного. Перед буквой, обозначающей глухой согласный, а здесь С как раз-таки глухой, пишется буква С. И здесь она, правда, пишется именно из-за этого. Это приставки, зависящие от последующего согласного, от глухости и звонкости, которые там, они называются в учебниках все по-разному, их называют еще приставки, оканчивающиеся на ЗС. Да, но только помним, что приставка С к ним не относится, да. Это самостоятельная приставка, она относится к неизменяемому, приставки З в русском языке нет. Но что мы можем сделать уже, первый вывод? Вариант 1 нам подойдет, поэтому цифру 1 в бланк ответа мы запишем. Итак, решена задача. В краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного. Ну да, это совершенно все правильно. Конечно, что да, в имени прилагательного пишется столько Н, сколько и в полной форме. Например, есть там слово ветреные, оно пишется с одной Н. Когда мы говорим девушка ветреная, мы напишем одну Н. Или, например, девушка таинственна, мы напишем с двумя Н, потому что таинственные пишутся с двумя Н. Но здесь, в этом задании, есть одна проблема, которую мы можем уже увидеть. Здесь написано задача, что сделано. Что сделано? Это причастие. Вот все хорошо здесь, нет никакого противоречия. Но здесь нам дали другую часть речи, не имя прилагательное. Поэтому вариант второй нам не подойдет. Дальше. Вариант третий. Прикасаться. Написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его лексического значения. Мы смотрим, да, мы вспоминаем КАС, КОС. Это корень с чередованием. Но мы тут должны вспомнить одну прекрасную вещь. Что КАС, КОС не зависит у нас от лексического значения. Он зависит у нас от последующего суффикса. Если есть суффикс А, пишем А в корне. Нет суффикса. Если там пишется обычно буква Н появляется, то пишется О. Например, прикоснуться. Никакого здесь лексического значения быть не должно. Да, он чередующийся, но зависит не от этого. Вариант три нам не подходит. Устал от неудач. В форме множественного числа имени существительного третьего склонения после шипящего буква мягкий знак не пишется. Но здесь да, здесь форма множественного числа. Это существительное у нас. Но у меня очень один, ну очень один, да, у меня один логичный вопрос. А почему неудача у нас относится к существительному третьего склонения? Вот очень интересный вопрос. Может, там я сейчас не буду сейчас разбираться, там есть, там мягкий знак пишется, он там не пишется. Меня интересует только вот это, что я посмотрела на существительное. Вижу, что оно написано третье склонение. Откуда? Почему-то не подходит. Дальше. Объяснялся по-немецки. Наречие пишется через дефис. Ну, по-немецки у нас вот оно как раз. Наречие, да, объяснялся как. То есть уже часть речи-то определили верно. Через дефис, потому что оно образовано от основы имени прилагательного. Это тоже правильно, потому что по-немецки образовано от прилагательного немецкий. При помощи, приставки по, и я здесь тоже ее вижу, вот она, и суффикса и. Совершенно верно. Суффикс к относится у нас еще к суффиксам прилагательного. Здесь все верно. Наречие. Да, и в таком случае у нас пишется это через дефис. Поэтому вариант 1.5 у нас идут в бланк ответа. Отлично. Идем дальше. Двинул. Приставка неизменяемая. Да, здесь у нас есть приставка. Опять мы проверяем. Здесь у нас двигать. Вот это у нас корень. Дальше есть приставка S, и она у нас не изменяется. Приставки Z, как я уже, кстати, объясняю первое задание, уже объяснила, да, что приставки S не бывает. 1 мы выбираем в ответ. Значит, это верно. Дальше. Второй вариант. Пчелиный укус. В суффиксе in от именных прилагательных пишется 1n. Ну, что мы можем сказать. Да, это прилагательный. Укус какой? Пчелиный. Часть речи нам определили верно. В суффиксе in, в суффиксе in, а он здесь, вот он как раз, пчела, плюс суффикс n, пишется 1n. Это тоже правильно. Что значит от имённый? Это означает, что образованные от имени существительного. Пчелиный образованно от слова пчела. От существительного. Поэтому здесь у нас вся формулировка верная. Мы пишем второй вариант. Тоже в банк ответа. Заря. Написание безударной, чередующейся гласной в корне слова зависит от суффикса, который следует за корнем. В слове заря есть чередующийся корень зарзор. Здесь совершенно верно, да, который, но он не зависит от суффикса. Почему от суффикса-то? Он зависит у нас от ударения. Без ударения пишется а, заря, зарница, да, но без ударения пишется он, зори, например, да, и уже очень хорошо слышно в букву опыта ударения. Есть слово еще зарево, которое тоже так же относится к чередованиям, но оно пишется, что слышится под ударением. Слова есть заревать и зарянка тоже к ним же, но они исключения, их запоминаем. Ну, вариант три мы уже поняли, что не подходит. Никакого суффикса. От суффикса у нас было предыдущее. Кас-кос от суффикса много, достаточно много корней в русском языке зависит. Созревшая рожь в именах существительных первого склонения после шипящего буква, мягкий знак пишется. Ну, может быть, после шипящего, конечно, мягкий знак пишется, когда это существительное не просто женского рода, да, нужно помнить, да, еще. Но есть одна еще такая вещь, которая очень важно помнить, что, а почему рожь-то первого склонения? Вот мы опять вот что-то сегодня с этим склонением, что-то они нас пытаются на это склонение нас напутать. Итак, мы помним одну такую прекрасную вещь. К первому склонению у нас относится женский род, мужской род с окончаниями а или я. Второе склонение – это у нас мужской род с нулевым окончанием. Или у нас средний род с окончанием «о» или «е». Ну, например, море, солнце, да, там, и песок. Да, кстати, все три слова относятся ко второму склонению. И третье склонение, я сказала, ко второму или к третьему. Море, солнце, песок относятся ко второму склонению, еще раз. Если что-то, мы не помним, как уже сказала, но ладно. Итак, значит, здесь у нас женский род относится с нулевым окончанием. Мы там помним, что там у нас как раз эти мягкие знаки появляются. Итак, значит, рожь у нас женский род, нулевое окончание. И здесь у нас должно быть третье склонение. Никак не первое. Поэтому четвертый вариант нам не подойдет. Пятый. Взять бы что-нибудь. Наречие пишется через дефис, потому что с дефисом не будет слова, пишется через дефис. Ну, да, здесь такое вот очень простое право, про которое нам все время говорят. Вот, значит, как там у нас звучит-то? Что-либо-нибудь, да, там, черточку не забудь, а то-либо-нибудь, да, там что-то так вот оно. Все хорошо. Да, мы помним, что они пишутся через дефис, но есть одна проблема. Что что-нибудь – это не наречие. Это у нас местоимение, неопределенное, к тому же. Что-нибудь заменяет у нас существительное, да, то есть, ну, неопределенное – это означает, что неизвестный какой-то предмет. Взять бы что-нибудь, да, то есть, непонятно, что, но что-то. Заменить можно на нечто, да, там, что-то, да, то есть, на какое-то наречие. Наречие от этого не зависит. Поэтому пятый вариант здесь у нас не подходит, да, то есть, у нас как был ответ 1, 2, да, так он и остается у нас. Хорошо? Следующая у нас. Я даже вот так вот это поверну, чтобы я себя там не загораживала. Привокзальная площадь, приставка при, пишется в значении неполноты действия. Итак, ну да, в слове привокзальная есть приставка при. Мы с этим спорить не будем. Но, а почему здесь они вспоминают про неполноту действия-то? Привокзальная у нас пишется при, потому что расположение вблизи. Да, то есть, это совершенно другое значение. Неполнота действия-то у нас там прилечь, присесть, приоткрыть и так далее. Да, вот с такими словами. Там еще есть значение присоединения, да, прибить, пришить, да, и, соответственно, присоединение и приближение. Да, там приехать, прискакать. Вот, вот наши четыре значения. Здесь, ну, неполнота действия, поэтому вариант один нам уже не подойдет. Груженая баржа. В суффексе причастия пишется одна Н. Очень интересный момент. Вот здесь вспоминают, да, груженая. Образованная глоба грузить. И вот это для нас уже становится достаточно важным моментом. Грузить – это глагол, который отвечает на вопрос «что делать?». Вот здесь очень внимательно. Что делать? Это несовершенный вид. В этом слове у нас нет приставок, нет суффиксов «ова», «ёва» и нет зависимых слов. Это оно зависит от слова баржа. Будьте здесь осторожны, да, тут определять. Это непричастие. Причастие образуется от глаголов совершенного вида, да. Поэтому груженая – это отглагольное прилагательное. И вот здесь уже, здесь, ну, может написано в суффиксе причастие Н. Но это тоже, конечно, такой спорный момент. В суффиксе какого причастия? Полного пишется две Н. Краткого причастия пишется одна Н. Но здесь-то у нас отглагольное прилагательное. Да, то есть вот уже ошибка в моменте, когда определена часть речи. То есть, а дальше уже что там написано, уже становится неважным. Поэтому вариант два нам тоже не подойдет. К отглагольным прилагателям мы можем там вспомнить еще, например, жареный, вареный, ломаный. Все эти слова образованы от глаголов несовершенного вида. Варить, жарить, ломать. Все относятся и являются отглагольными прилагателями. Как только они становятся, там уже будут у нас с приставками, например, прожаренный, отворенный, сваренный или, например, поломанный, они становятся причастями, тогда в них уже две Н. Но это уже другое, другая история. Итак, значит, дальше. Прилагать усилие. Написание безударной, чередующейся, гласной в корне слова зависит от ударения. В свое прилагать у нас есть чередование. Но как они любят все-таки чередование? Вот я заметила, да, вот корни с чередованием – это одна из их любимых вещей. Значит, но только есть одна проблема, что корень лак-ложь, а он вот с этим чередуется, он зависит у нас не от корня, что-то написали, от ударения какого-то, да? Нет ударения, а от последующей согласной, перед Ж пишем О, перед Г пишем А, или, или, то есть одновременно работает это правило, или от последующего суффикса, или от суффикса А. Тут уже каждый выбирает, как ему проще запомнить. Есть суффикс А, пишем А в корне. Нет суффикса А после корня, значит, пишем О. Например, предложить, предложение, изложение, все пишется через О. Предлагать, излагать, все пишем через А. Какое, про какое ударение они нам говорят? Чередующиеся гласные, да, есть, но она не зависит от ударения. Вариант 3 нам точно так же не подходит. Усыпано сплошь. На конце наречий, после шипящего, буква мягкий знак пишется. Итак, здесь у нас усыпано как. Это вопрос нам нужен для того, чтобы определить часть речи. Мы понимаем, да, все правильно. Сплошь – это наречие. Вот это здесь самый главный пункт – определить часть речи. Потому что они нам меняют часть речи. Мы думаем, пишется там одна, не пишется там одна, что там пишется. Здесь нужно еще подумать, а правильно ли нам написали часть речи. Наречие, да, здесь верно. Сплошь является наречием. И здесь совершенно правильно, что мы вспоминаем такое правило. После шипящего мягкий знак пишется. Он не пишется только в трех словах, которые все время в школе говорят, и все смеются. Уж замуж не втерпешь. Да, вот эти три слова. Все мы запомним, чтобы с ними мягкий знак не пишется. Поэтому вариант четыре нам подходит. Снег белый-белый. Сложные имена прилагательные, образованные повторением одинаковых слов, пишутся через дефис. Ну, здесь, да, на это правильно определена часть речи. Белый-белый – это прилагательное. Оно является сложным. Сложное – это означает состоящее из двух корней. Да, то есть, дальше мы говорим, что если слов повторением одинаковых слов или повторением… Здесь, кстати, не только одинаковых слов надо говорить, но и однокоренных, например, давний-предавний, да, там, то есть это однокоренные слова, а не повторы. Значит, и они пишутся у нас через дефис. Поэтому здесь вариант пять нам подходит. Отлично. И последнее на сегодня нам с вами… Останавливайте видео, делайте самостоятельно, проверяйте его вместе со мной, не забывайте это. Взбудоражены известием. На конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласно звук, пишется буква «з». Итак, ну, здесь у нас, конечно же, есть приставка. Вот она «вз» от слова «будоражить» такое есть, да, слово, достаточно разговорное. Ну, хотя, взволнованное, да, стилистически нейтральное слово. Итак, но мы что помним? Значит, здесь у нас приставка, зависящая от последующего согласно. Точно так же, как мы там видели такие приставки «без», «без», «раз», «раз». Вот это вот у нас в начале было, в самом первом задании. И вроде бы всё правильно. Буква «з» перед буквой. Но есть одна очень интересная вещь. Если вы обратили внимание, то уже молодцы здесь. Здесь написано почему-то какой-то глухой. А почему здесь глухой-то «бэто»? Он не глухой, он у нас как раз-таки звонкий. И перед звонким, говорят, пишем звонкую «з», да, а перед глухим пишем глухой «с». Вот это правило для пятого-шестого класса, их как раз вот так вот и учат. Поэтому здесь просто на такую вот, буквально такая маленькая деталь, которая вот про звук рассказывает. «бэто» является глухим, его парный звук глухой – это «пэ». Поэтому вариант один нам не подойдёт. Организационный момент. В причастии пишется одна «н». Нет, в слове «организационный», конечно, пишется две «н». Здесь всё правильно, здесь это… Но вы мне объясните, почему причастие – это? Откуда, почему организационный – это прилагательное, кстати, отымённое прилагательное, да, вот это вот образованное от существительного организации «я», а причастие образуется у нас от глаголов. Конечно, мы говорим, да, пишется две «н», но мы опять-таки вспоминаем, в каких причастиях две «н» пишется, да, там, в полных, в кратких. Что у нас с этими причастиями? Здесь у нас, во-первых, сразу у нас ошибка уже в определении части речи. Организационный – это прилагательное, поэтому и не важно уже, что здесь пишут нам в пояснении, нам важно, что уже они неправильно определили часть речи. Третье. Макать перо в чернильницу, написание безударно чередующейся гласных корней слова, зависит от значения корня. В корне, в слове «макать» есть корень, чередующийся «мак-мок». Он не так часто вспоминает в школе, но так как вот с этим, в связи с этим экзаменом, он вспоминает всё абсолютно, да, там, кто даже знал, не знал эти корни, это уже ваши проблемы становятся, да, поэтому вспоминаемые такие достаточно редкие корни «мак-мок». И как раз-таки зависят они от значения слова. Вот это у нас правильно. Если у нас, вот я думаю, что сейчас уже многие, если кто-то помнит, да, «макать» пишется через «а», если у нас значение «погружать что-то в жидкость», а здесь прям нам написали в скобочках «перо в чернильницу», они прям нам указали на это, что она является для нас подсказкой. Но «мок» пишется в значении «становиться мокрым». Например, «непромокаемый», «промокашка» вот в этих словах мы пишем уже «мок». Поэтому вариант «три» мы выбираем. «Четыре» – нет тучи. На конце существительного третьего склонения после шипящего буква «мягкий знак» не пишется. Да, в слове «нет туч» мягкий знак мы не пишем. Да, здесь многие начинают говорить, ну, это существительное женского рода. Здесь не в этом дело. Здесь у нас другое правило работает, да, это женский род, множественное число, родительный падеж. Никакого мягкого знака. Меня опять смущает только вот эта вот вещь. Вот опять здесь вот. Третье склонение. Туча – это не третье склонение. Мы вот буквально с вами записали, какие существительные относятся к первому склонению, какие ко второму, какие к третьему. Третье склонение – это женский род с нулевым окончанием. Туча – женский род, но с окончанием «а». Это первое склонение. То есть, здесь ошибка вот в этом. И уже мне становится абсолютно неважно, что мы здесь имеем в виду. После шипящего пишется мягкий знак, не пишется мягкий знак. Все, я уже вижу ошибку. Поэтому вариант 4 мне не подойдет. Итак, пятый – железнодорожный состав. Прилагательные, образованные на основе словосочетания, пишутся слитно. Итак, железнодорожный – да, это прилагательное. Оно у нас сложное. И здесь мы вспоминаем написание слитное, дефисное написание сложных прилагательных. И нам говорят, прилагательное, сложное прилагательное пишется слитно. Если образовано от словосочетаний. Например, судостроительный, там завод, например. Мы напишем слитно, потому что образовано от словосочетаний «строит суда». Железнодорожный – образовано от словосочетания «железная дорога». Все, мы нашли словосочетание. Мы увидели, что здесь оно правильно написано, оно здесь объяснено. Поэтому вариант пятый нам подойдет. Итак, наш ответ для бланка 3-5. Ну что ж, вот такие у нас получились с вами задания. Мы все с вами решили. Вот такие мы с вами молодцы. Ну а я благодарю вас за просмотр. Желаю вам легкого вреда. И, конечно же, самых лучших результатов. С вами была Ольга Сергеевна. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok